ОРЗ и ОРВИ. Такие диагнозы челнинцам стали ставить чаще. Причина – обманчивая погода и резкий перепад температур. Но в набережных Челнах медики готовы к сезону гриппа. Сегодня съемочная группа «Челны-24» побывала в городской поликлинике номер 4 и узнала, какова эпидситуация в городе. Как дождать опасных вирусов и как обезопасить себя, расскажем в следующем сюжете. Фердуса Миндубаева по врачам ходит нечасто. Простудными заболеваниями болеет редко. Все потому, что ведет здоровый образ жизни и правильно питается, говорит женщина. Но в этом сезоне ей все же пришлось обратиться за помощью к специалисту. Последние три дня что-то себя плохо чувствую. Наверное, погода влияет. Туга, лова сильно болит. Особенно после обеда силы как будто теряются. Просто там выпила от температуры, смотрю, температура поднялась. Женщине проверили давление, температуру и осмотрели горло. Такой тщательный осмотр ждет каждого, кого в регистратуре перенаправят в кабинет неотложной помощи. Именно здесь после введения карантина принимают пациентов с серьезными недомоганиями. Но сегодня на прием в неотложку большой очереди нет. Есть же такие еще, думают, ай, пройдет, дома сидят. А есть некоторые, то есть с вечера температура уже с утра уже приходят на прием. Легче предупредить, конечно, если с первых симптомов противовирусные начинать пить. Эпидпорог в городе не превышен, но врачи все же отмечают рост заболеваемости ОРВИ. С такими симптомами, как кашель и насморк, на прием приходят обычно те, кто основную часть времени проводит в людных местах, на учебе и на работе. Но об эпидемии речь пока не идет. В последние годы заболеваемость регистрируется в основном после школьных каникул, когда дети опять собираются в школах, когда имеются перепады температуры. То есть наступают морозы в январе месяце, обычно с середины января месяца. Но ждать, пока вирус атакует организм, врачи не советуют. Время заняться профилактикой, отмечают специалисты. И у каждого она своя. Здоровое питание, прогулки на свежем воздухе или закаливание. В борьбе с гриппом все средства хороши, уверены челнинцы. Чеснок, лук должен быть всегда на столе. Сухофрукты не надо забывать пользоваться, овощами. Чай с малиной, мед, у кого нет аллергии. Что еще там? Прогревание, конечно, полоскание. Я пришла сегодня сделать укол и прививку хотела сделать. Но прививку уже, оказывается, закончили. В этом сезоне врачи прогнозируют активность вирусов штаммов H1N1 и H2N3, так называемые свиной и гонконгский грипп. Оба чревата тяжелыми осложнениями. В случае несвоевременного обращения к медикам. Но пока в городе не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом.